Всем привет! Мы снимаем этот ролик для того, чтобы внести дополнительную ясность в один из самых острых вопросов современного мира. Что побудило российское государство начать военную операцию на Украине? И, конечно, нас интересуют истинные мотивы, а не те противоречивые и невнятные объяснения, которыми доверчивых людей кормит государственная пропаганда. Фашисты и наркоманы в украинской власти, притеснение русского языка, попрание традиционных ценностей и исторической правды, этими политическими аргументами можно жонглировать сколь угодно, в нужное время доставая их из рукава, а потом пряча назад. И так 8 лет. Однако научное понимание общественных явлений и процессов означает поиск материальных причин, лежащих в их основе. Именно экономические предпосылки задают вектор поведения государств, классов и отдельных людей. А они уже могут действовать так или иначе, меняя или наоборот консервируя сложившиеся объективные условия. Ответ на вопрос об экономических причинах СВО мы дали в одном из прошлых роликов. И теперь хотим немного уточнить наш анализ и дополнить его новыми аргументами. Поэтому если вы не смотрели это видео, непременно ознакомьтесь с ним по ссылке на экране и в описании. А если и смотрели больше месяца назад, обязательно изучите еще раз. Оно содержит большой пласт ценной статистики и фактов, которые никак нельзя упускать из виду вне зависимости от того, какой политической позиции в отношении российской власти и СВО вы придерживаетесь. Ну а еще много полезной информации мы собираем для вас в наших соцсетях, в ВК и в Телеграме. В них порой разгораются жаркие политико-экономические дискуссии, из которых мы потом черпаем вдохновение для подготовки новых роликов. Люблю я наблюдать за российскими охранителями. Теми, кто по зову сердца или за долю малую оправдывает любые действия правящего класса. Даже самые людоедские экономические реформы, драконовские законы или политические авантюры, они объяснят вам или хитрым планом многоходовкой, или национальными интересами, или замысловатыми псевдонаучными конструкциями, задача которых не упростить понимание общественных процессов, а наоборот запутать. И СВО не исключение. Следите за руками. До начала военных действий на Украине любой уважающий себя пропагандист-патриот, конечно в кавычках, годами восторгался успехами российской экономики. Ну там сделано у нас все дела. Благодаря мудрому руководству Путина и его команды Россия восстала из пепла, поднялась с колен, стала энергетической и еще какой-то там сверхдержавой. Строительство, промышленность, сельское хозяйство во всех этих сферах Россия или уже превзошла, или вот-вот превзойдет показать лес СССР. А экономика страны не сегодня-завтра войдет в пятерку крупнейших в мире. А как иначе, если наши корпорации осваивают не только российские недра, но и инициируют крупные производственные проекты за рубежом? А государство помогает дружественным режимам поставками самой современной военной техники. После 22-го года многое поменялось. Конечно, и сегодня найдутся те, кто с пеной у рта будут доказывать величие российской экономики и несукрушимую мощь второй армии мира. Однако такие идеи уже не в тренде. С началом военных действий на Украине у госпропаганды возникла потребность заретушировать агрессивный характер внешней политики. И представить дело так, будто бы корыстных, хищнических интересов тут нет вовсе. О каком, скажите, империализме вообще может идти речь, когда Россия это отсталая периферийная экономика. Все, на что способны ее компании и олигархи, это отправлять за кордон природные ресурсы и услужливо присмыкаться перед западными покупателями за право быть допущенными в респектабельное лондонское общество. У такого правящего класса нет и не может быть империалистических амбиций. Ему нет смысла вступать в конфликт со странами Центра мировой экономики. Короче, причина начала спецоперации исключительно гуманитарная миссия, инициированная лично президентом. Он искренне озабочен судьбами жителей Донбасса и всеми силами старается уберечь Россию от распада, который непременно ли произошел, не перейди регулярные части РФ, границу с Украиной. Олигархи этих угроз не понимают или не хотят понимать силу своей компрадорской природы, а поэтому сами негативно отнеслись к началу СВО, а потом еще и деньги потеряли из-за ареста российских активов за рубежом. Знакомая точка зрения, не правда ли? Я даже не буду называть тех, кто активно продвигает ее в медийном поле. Думаю, большинство узнали носителей этих идей. Однако это уже часть идеологического мейнстрима, который, конечно, имеет мало общего с реальностью. Впрочем, все же некоторые пересечения найти можно. Почти любая национальная экономика в современном капитализме обладает указанными выше свойствами. В ней одновременно возможно отыскать как периферийные, компрадорские черты, так и признаки агрессивного империалистического поведения. Эти компоненты смешаны у разных стран в разных пропорциях, а рецептура этой смеси определяется местом страны в международном разделении труда. И вот Россия относится к той совокупности стран, у которых эти противоречия проявляют себя наиболее ярким образом. Южноафриканский марксист и представитель школы миросистемного анализа Патрик Бонд для описания противоречивого характера таких стран применяет термин «субимпериалисты», раскрывая его на примере объединения БРИКС. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В мировой капиталистической иерархии они находятся ниже империалистов, уступая им в экономической мощи и политическом влиянии. Однако в своих ограниченных подконтрольных территориях, куда входят, как правило, еще менее развитые страны, они берут на вооружение практики очень похожие на те, что применяют империалисты. Путем вывоза капитала в отсталые регионы они получают возможность извлекать империалистическую ренту, то есть безвозмездно присваивать часть прибавочной стоимости, созданной трудом рабочих менее развитых стран. В основе таких отношений неэквивалентного обмена лежит теория, описанная еще Карлом Марксом. Стоимость создается трудом, а распределяется по силе капитала. На эту тему рекомендую посмотреть один из наших старых роликов. Между тем, возможности по эксплуатации бедных стран у субимпериалистов в целом ограничены в сравнении с классическими империалистическими хищниками. Поэтому они компенсируют недополученную за рубежом прибыль более жестким угнетением трудящихся в своих странах. Это явление называется внутренней девальвацией. Она проявляет себя в постоянно проводимой государством политике жесткой экономии, которая включает высокие налоги на домохозяйство и низкие на бизнес, сокращение расходов на образование и науку, угнетение профсоюзов, искусственное занижение курса национальной валюты. Все эти чисто периферийные практики соседствуют с обширными аппетитами вовне и формируют феномен субимпериализма. Звучит, наверное, сложновато, не каждый журналист разберется. Главный вопрос. По каким критериям относить страну к той или иной группе империалистов? Самый доступный — оценить степень интенсивности вывоза капитала, то есть прямых иностранных инвестиций, с помощью которых транснациональные корпорации проникают на периферийные рынки. Напомню, что прямыми инвестициями называются капиталовложения, которые связаны с созданием новых производств, а также обретением контроля над существующими предприятиями. На диаграмме представлены страны, аранжированные по отношению накопленных прямых иностранных инвестиций за рубежом к их валовому внутреннему продукту. Этот показатель можно с некоторой долей условности назвать индексом империализма. На первых строчках ожидаемо расположились крупнейшие капиталистические хищники — страны Европы, США и Япония. За ними следует группа субимпериалистов — Бразилия, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Турция. В конце рейтинга — Украина, Бангладеш и еще десятки отсталых экономик, которые почти не проявляют никакой инвестиционной активности за рубежом. Таким образом, чем большие объемы прямых инвестиций отправлены страной во внешний мир, тем больше усилий в политическом, дипломатическом и военном отношении будут применять их национальные государства для защиты своих интересов. Как мы уже рассказывали в прошлом ролике, ключевым регионом приложения российского капитала за границей является постсоветское пространство. Компании из России направили в экономике ближайших соседей несколько десятков миллиардов долларов прямых инвестиций в разные отрасли — от добычи полезных ископаемых до финансового сектора. В экономику Украины в домайданную эпоху были вложены около 17 миллиардов долларов. Однако большая часть этих активов оказалась потерянной в результате рейдерских захватов, национализации и вынужденной продажи. Так западный капитал руками украинских чиновников, силовиков и неформальных военизированных объединений вытеснял из страны российский бизнес. Не имея других способов сохранить большой кусок своей кормовой базы, российский правящий класс прибег к последнему аргументу — применению вооруженных сил. Впрочем, было бы ошибкой утверждать, что интересы отечественных олигархов ограничиваются лишь территорией республик бывшего СССР. Целый ряд российских ТНК осуществляют прямые инвестиции далеко за пределами СНГ, в том числе в развитых капиталистических странах. После кризиса 90-х рост цен на нефть привел к насыщению российского рынка иностранной валютой. Ее получательнее стали преимущественно сырьевые компании-экспортеры в нефтегазовом секторе металлургии и химической промышленности. Государство отменило для них требования обязательной продажи валютной выручки на внутреннем рынке и не препятствовало ее выводу за рубеж. В результате чистый отток капитала из страны достиг колоссальных масштабов в десятки, а в некоторые годы сотни миллиардов долларов. Примерно две трети этих средств уходили в офшоры, а потом превращались в яхты, роскошную недвижимость, футбольные клубы и депозиты в западных банках. Короче, шли на роскошное потребление элит. А вот одна треть направлялась в экономики других стран в виде прямых инвестиций, обеспечивая продвижение российского бизнеса за рубежом. Коммерческая экспансия опиралась на силы частных военных компаний, самый известный из которых ЧВК Вагнер уже несколько лет расширяет присутствие в Африке, участвуя там в локальных конфликтах и расчищая дорогу инвестициям российских олигархов. Так, география бизнеса крупнейшей российской ТНК Лукойла захватывает не только постсоветское пространство, но и Западную и Северную Европу, Африку, Северную Америку, Азию. В группу Лукойла входят геологоразведка, добыча, переработка, оптовая и розничная реализация газа, нефти и нефтепродуктов около 2% мирового рынка. Так, в последние годы компания владела крупными нефтеперерабатывающими предприятиями в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а в Италии под контролем российских олигархов оказался НПЗ ИСАБ, третий в Европе по объему переработки. Еще одна международная корпорация, базирующаяся в России, Роснефть. На пике географию ее бизнеса включало 25 стран в Европе, Америке, Африке и Азии. По запасам углеводородов Роснефть опережала многие крупные западные компании. В Германии через дочернее предприятие Роснефть Дойчланд российская корпорация владела значительными долями от 24 до 54% в трех перегонных заводах. Она контролировала более 12% нефтеперерабатывающих мощностей страны и занимала третье место по объему нефтепереработки в Германии – 12,5 млн тонн нефти в год. В Индии Роснефть владела половиной второго по размеру НПЗ «Водинар» с мощностью переработки 20 млн тонн нефти в год. В Египте компания получила в собственность 30% разработки газового месторождения «Зохар». В Венесуэле еще с 2008 года Роснефть совместно с ТНК БП, Лукойлом, Сургутнефтегазом и Газпромнефтью принялась осваивать нефтяные месторождения. В Бразилии, Вьетнаме, Мозамбике везде Роснефть приобретала большие куски проектов по добыче местных природных ресурсов. Другой энергетический гигант из России – Газпром – до недавнего времени контролировал 40% газового рынка в Европе. Не только в СНГ, но и в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Америке Газпром занимался разведкой углеводородов, добычей газа и нефти, их транспортировкой и хранением, переработкой и сбытом, а также производством электрической и тепловой энергии. Газпромнефть не отстает. Бизнес-компании представлен в 110 странах, в том числе в Африке и Азии. В шести странах расположены ее добывающие и производственные активы. Но ни одним нефтегазом жив российский транснациональный капитал. Компания «Русал» раскинула свои сети на 13 стран на пяти континентах. Она имеет в собственности алюминиевые заводы в Швеции и Нигерии, добывает бокситы в Гвине и Гаяне, владеет длинноземными производствами в Австралии, Италии, Ирландии и Ямайке. Группа НЛМК купила прокатные активы в самих Соединенных Штатах, а еще во Франции, Италии, Дании и Индии. Наконец, «Норильский никель» открыл дочерние подразделения, занимавшиеся сбытом продукции в США, Швейцарии, Китае и ряде других регионах. Эти примеры, конечно, раскрывают лишь малую долю зарубежных активов российских транснациональных корпораций. Особенно бурными темпами они росли до кризиса 2008 года. Тогда объем накопленных прямых инвестиций за рубежом достиг максимума в 363 миллиарда долларов, что равнялось 28% ВВП страны. Но с тех пор мировой капитализм от торжества глобализма перешел состояние деглобализации, порожденной неопределенными последствиями мирового кризиса. Международные экономические связи стали постепенно сворачиваться. Государства начали все чаще прибегать к протекционизму в экономической политике, чтобы административным путем создать благоприятные условия национальному капиталу. Одним из самых популярных инструментов борьбы за переделы рынков и собственности стали санкции. Против России их впервые ввели после событий в Крыму, а потом много раз ужесточали. В итоге объем российских накопленных прямых инвестиций за рубежом в реальном выражении, то есть с поправкой на долларовую инфляцию, сократился к 2021 году на четверть. Многие компании из России потеряли заграничный бизнес. Например, в 2020 году Роснефть, прибравшая к рукам всю российскую долю местного проекта нефтедобычи, ушла из Венесуэлы. Правда, активы были проданы другой российской компании Росзарубежнефть, но производственный процесс был нарушен. Уже несколько лет в замороженном состоянии находится геолого-разведочный проект Роснефти Солимоинс в Бразилии. В 2018 году Роснефти пришлось отказаться от работы в Иране. Из-за американских санкций сотрудничество с местными компаниями приостановили также Лукоил, Газпромнефть и Татнефть. Лукоил вышел из проекта по освоению месторождения газа на шельфе Румынии в Черном море. Компании пришлось покинуть проект освоения шельфа в Гане и разработок Код Дивуария, где корпорация работала на глубоководных проектах с 2006 года. Компания Олег Первого вышла из проекта Сауди Арамка в Саудовской Аравии. Кроме того, она полностью лишилась розничного бизнеса в Восточной Европе, продав две с половиной сотни заправок в Литве, Латвии и Польше. Газпром под давлением властей покинул совместное предприятие с крупнейшей болгарской компанией Овергаз и лишился доли в газотранспортной сети Польши. А в 2018 году Нафтогаз Украины в коде коммерческого спора добился заморозки активов Газпрома в Англии и Уэльсе. И таких примеров можно привести много. Капитал крупных империалистических стран в борьбе за передел мира вытеснял с рынка более слабых игроков. Тех, чье экономическое развитие и политическое влияние не позволяют удержать в зубах свою добычу. Давление извне усиливалось, российский бизнес утрачивал сферы влияния и как следствие прибыль. Успешное проведение СВО на Украине было призвано показать всему миру. С нами шутки плохи. Защищать свои капиталы российские олигархи могут решительными действиями, а не только беззубым выражением дипломатической озабоченности после введения очередной порции санкций. Под напором вооруженных сил Украина должна была пасть, а западный мир со страху пойти на любые уступки, лишь бы угомонить рассверепевшего медведя. Но планам не суждено было сбыться. Жесты доброй воли российской армии на Украине показали, что бояться западному капиталу особо некого. Деградация всего и вся после распада Советского Союза и уничтожения социализма коснулась не только промышленности. Вооруженные силы, разведка, госуправление, дипломатия и ВПК все вырождалось вместе с встраиванием российской экономики в мировое хозяйство в качестве сырьевого придатка. Задарма получив триллионы нефти долларов в двухтысячные, олигархат решил, что не желает больше быть столбовой дворянкой, хочет быть владычицей морской. Паразитируя на советском наследии, он отважился укусить руку, под которую ранее с радостью сам подставлял свою макушку. Но явно не рассчитал силы. Империалистические амбиции оказались ничем не подкреплены, и теперь западные государства убедились на практике, можно действовать решительнее. Так, без лишних сомнений, были заморожены 300 миллиардов долларов государственных резервов в западных банках, арестованы счета и яхты российских богачей, а вытеснение их бизнеса с мирового рынка существенно ускорилось. Так, в 2022 году Германия национализировала дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром Германия», а также три нефтеперерабатывающих завода «Роснефти», в том числе гигантские НПЗ в Швете. В Италии Лукойл обязали продать завод ИСААП американской энергетической компании. Российские металлурги также лишились европейского рынка сбыта и потеряли многие активы за рубежом. А один только хозяин северстали «Мордашов» объединял сразу на 11 миллиардов долларов. Вывод такой. В конфликте с Западом пострадавший российский бизнес никак нельзя назвать невинной жертвой империалистической агрессии. Он сам активно борется за расширение сфер экономического влияния. Однако амбиции не всегда совпадают с возможностями. Сырьевой характер российской экономики, позволивший когда-то обогатиться миллиардерам, приближенным к власти, привел к деградации всех государственных институтов. Они оказались не способны выполнить свою ключевую функцию — защиты и продвижения интересов бизнеса. Значит, теперь эту задачу возложат на нас с вами. Так что запасайтесь сухим пайком, сапогами, бронежилетом, каской и желательно китайским дроном. Ведь потерянные миллиарды «Мордашова» сами себя не вернут.